Добрый день. Сегодня наш гость, гость Института международных отношений и истории востоковедения, заведующий кафедрой китайской филологии Санкт-Петербургского университета Александр Георгиевич Таражук. Здравствуйте. Александр Георгиевич, кроме того, председатель общества российско-китайской дружбы Санкт-Петербурга и член Европейской ассоциации китаеведов. Александр Георгиевич, наш университет очень гордится тем, что восточный разряд стал основой для восточного направления Санкт-Петербурга. А что привело вас сегодня назад в Казанский университет? Вот это самое и привело по большей части. Видите ли, мы всегда помним, что восточный разряд приехал в Санкт-Петербург в 1854 году. И мы про это всегда вспомним. И мне кажется, что китаистика в том виде, в котором она есть в Санкт-Петербурге, она естественным образом наследует казанские традиции. И сейчас неплохо бы то, чего у нас получилось наработать, поделиться этим с казанскими коллегами. Чем мы, собственно, и занимаемся последние годы. Здесь, с одной стороны, это и какая-то историческая справедливость, с другой стороны, научная школа китаеведения не может существовать как-то локально обособленно. Но, как вы помните, в общем, всегда научные школы – это была крупная история, затрагивающая несколько крупных центров, а иногда и полстраны. Вот это была какая-то научная традиция. Сейчас, мне кажется, мы могли бы вернуться к тому, как это на самом деле должно быть, когда люди в разных частях страны, в разных вузах, в разных научных центрах говорят на одном и том же языке, делятся своими какими-то наработками. И, по-моему, это самый правильный путь. Да, потому что наука существует на самом деле только, когда происходит научное общение. Безусловно. Других вариантов нет. Вот. И очень здорово, что китаистика в Казанском университете опять развивается. Очень здорово, что Казанский университет идет по той дороге, по которой шли великие основатели китаистики в России. И если мы можем в этом деле помочь, мы, в общем, были бы рады эту помощь как-то оказать. Спасибо. Но вот сейчас китаистика, изучение китайского языка – это дело очень модное. И большая часть наших абитуриентов говорят о том, что они хотят изучать китайский язык, потому что считают, что это успешное будущее. Как получилось так, что вы выбрали столь модную ныне специальность? Случайно. Ну, как случайно? В ту пору это не считалось успешным будущим, в ту пору никто и не представлял, какое это будет будущее. Знаете, мне кажется, это очень важно, потому что, когда мы выбираем успешное будущее, мы можем прогадать. А надо на самом деле выбирать по-другому. Совершенно верно. Никто не знает, как обернется. Никто не знает, как мы в действительности, вот как распорядиться жизни, что мы в действительности будем делать. Потому что, ну, как вы знаете, с Китаем у нас были разные страницы в нашей истории, от дружбы и братства в 49-м году до очень натянутых отношений в 66-м году. Вот. И никогда невозможно, когда ты выбираешь специальность, предугадать, как повернет история. Что будет востребовано. Да, на самом деле, наверное, и не нужно этого предугадывать, потому что тебе с твоей специальностью должно быть интересно. И она должна давать тебе какие-то смыслы в этой жизни, вне зависимости от того, как эта история повернет. Тогда все получится. Согласна на 100%. Ну, вот видите, как хорошо. Ну, вот давайте начнем с вашей специальности. Дойдем к ней поближе. Один, хорошо нам всем известный поэт, сказал замечательную фразу. Запад есть запад, восток есть восток, и вместе им не сойтись. Как вы думаете, можем ли мы понять Китай, китайцев, китайскую культуру? Потому что она совершенно другая, совершенно не похожа на нашу. Могут ли китайцы понять нас? Возможно ли здесь какое-то взаимопонимание? Или мы обречены на то, чтобы просто удивляться друг другу? Известный поэт Реддер Киплинг, который сказал, что запад есть запад, восток есть восток, смотрел на жизнь немножко другими глазами. С одной стороны, он прав в том, что действительно запад – это запад, а восток – это восток. С другой стороны, тот смысл, который он вкладывал в эти слова, я думаю, сегодня немного нам всем не понравится. Реддер Киплинг нес бремя белого человека, был им горд и все прочее. И именно так эти слова, в общем-то, и следовало бы понимать, а не в том смысле, в котором сегодня можно понять эти же самые слова. Действительно, запад есть запад, а восток есть восток, и это прекрасно. Это делает нашу жизнь намного ярче, разнообразнее, многомерней, именно потому, что существуют совершенно разные способы видеть этот мир. Востоковидение, по большому счету, это ведь не изучение каких-то странностей на Востоке и собирание каких-то курьезов, совершенно нет. Востоковидение – это изучение другого способа видения мира. Почему коллективное, бессознательное, если можно так сказать, делает вот такой выбор, почему вот это становится важным, а вот это – неважным в тех самых вещах, которые и они, и мы можем видеть. Но почему совершенно по-другому расставляются акценты. Почему одни и те же поступки мотивируются совершенно по-разному. И какая вот огромная база, так сказать, культурная за этим всем стоит. Все это дает возможность понимать многомерность этого мира. И в этом смысле прекрасно, что запад есть запад, а восток есть восток. Было бы чудовищно, если бы все были совершенно одинаковые, сделанные по одной и той же какой-то схеме и мыслили в каких-то одних и тех же категориях. Мир бы был беден, скуден и сер. Востоковидение дает нам возможность посмотреть на мир и посмотреть в том числе на себя самих с другой совершенно непривычной нам точки. А мы, как гуманитары, то есть люди, занимающиеся человеком, не имеем другого способа узнать, что же такое человек, кроме как узнать это через его поступки, через его какие-то действия, через его мотивацию. Так вот, нам и возможность увидеть эти поступки, эту мотивацию, эти действия с другой точки, с другого ракурса и понять больше и про этот мир, и про себя. А вы бы не могли привести какие-нибудь конкретные примеры для наших зрителей? Вот что даже вам показалось самым необычным, самым неожиданным? Ведь вы много путешествовали по Китаю. Наверное, из-за этой разницы менталитетов случались какие-то либо странные события с вами, либо какие-то открытия. Вот в чем конкретно проявляется вот эта разница менталитетов и мироощущений? Видите, разница менталитетов и мироощущений проявляется фактически во всем. Тут невозможно. Ну, например, я не могу сказать о том, что бы поразило. Дело в том, что в Китай все-таки я первый раз попал уже вполне прилично подготовленным и понимал, чего ожидать. Поразило все равно. Но не так, как это поразило бы купца, который привез свои товары в Китай 200 лет назад, все это дело увидел и потерял дар речи. Я, в общем, знал, чего мне можно ожидать. И поразило то, что я встретился с тем, чего я ждал, в общем, очень долго. Но это было давно. Это было почти 30 лет назад. 29 лет, если точно. Ну, вот расскажите о чем-нибудь, чтобы можно было представить себе эту ситуацию нам, которые пока еще не съездили в Китай. Сейчас вы увидите уже другой Китай. То, что было 30 лет назад, вы уже не увидите. Все меняется и меняются люди, но какие-то вещи остаются. И вот эти вещи, они проявляются в мелочах. Понимаете? Вы не увидите сейчас, как описывали в 19 веке, там, китайцев с косами или в длинных халатах. Нет больше таких китайцев, да? Нет таких китайцев, конечно же, безусловно. А хотелось видеть. А хотелось видеть. Вот, видите как. Но в южных особенно районах, там, крестьяне и все. Они будут все равно одеты в какие-то такие рабочие одежды из синего хлопка, да? И вот в эти вот шляпы. Это все будет. Но это экзотика, да? Это то, что вас, может быть, развлечет, но не потрясет. Потрясет то, что к обычным вещам будет какое-то совершенно другое отношение. Ну, скажем так, 12 часов дня весь Китай идет обедать. Обедать идет весь Китай, потому что невозможно пропустить время обеда. Это важнейшая вещь. Обедать будут все. Обедать будут конторы, обедать будут музеи, обедать будут храмы. В храмах вытащат специальную такую полевую кухню, если нету большой столовой. Если есть большая столовая, то прихожан просто пригласят отобедать. Потому что обед – это важнейшая вещь. Вы неоднократно, если вы бывали в других странах, там, как турист, вы могли видеть такие вещи, как... А давайте вот мы с вами не пойдем сейчас на обед, а давайте мы побольше побудем в этом музее, а давайте, а потом мы где-нибудь... Давайте мы поработаем. Давайте мы поработаем. Для китайца понятие обеда – священное дело. И не потому, что он так любит есть, или не потому, что он так заботится о том, чтобы вот ровно в 12, а потому что есть какие-то вещи, на которых основано, вот, я не знаю, какие-то ключевые точки, на которых основано все вокруг, в том числе, вот, время завтрака или, там, время обеда, да? У нас это совершенно подвижное дело, мы к этому не так относимся. А китайцы это так относятся. Как китайцы относятся к старшим? Вот это, кстати говоря, то, чему бы очень неплохо, если бы мы поучились, потому что мы забываем эти вещи. У нас сейчас эта традиция отношения к старшим разрушена совершенно. Традиция отношения к старшим разрушена совершенно, и разрушена совершенно, к сожалению, у нас отношения и к собеседнику. Ведь у нас, как это ни прискорбно, нету нормального слова, с которым мы можем обратиться к кому-нибудь на улице. Женщина. Говорим мы, ну, надеюсь, все-таки не говорим, да? Говорим-говорим, я не оборачиваюсь в таких случаях. Женщина там или там мужчина там, я не знаю, еще что-то такое, да? То есть по каким-то первичным сексуальным признакам мы обращаемся к человеку, у которого мы хотим что-то спросить или мы хотим что-то ему сказать. Культура обращения, культура общения утеряна. Эй, подвинься, да? В лучшем случае. Китаец не задумывается о том, что ему в этом случае искать, потому что у него заготовлены давным-давно огромным количеством поколений уже клише, которые работают. Это, в общем-то, и есть та самая повседневная культура. Эй, подвинься, он не говорит, он говорит, «Диагуан, заимствуюсь светом вашей свиты, если в полном виде этот самый, да? Заимствуюсь светом вашей свиты, чтобы побеспокоить вас». Это то же самое, эй, подвинься, но только культурно. Да? Да. По-другому сказано, на самом деле и другое сказано. Сказано другое, обращение на улицах, да, простите, пожалуйста, говорим мы, прося прощения, неизвестно за что. Лао дя, скажет китайцы, ли, цинг вэн, цинг вэн, прошу разрешения задать вам вопрос. И это скажет не какой-нибудь там в галстуке, понимаете, в очках, а это скажет любой человек самых вот не мудрящих, не знаю, качеств, в смысле образования и так далее. Просто это привито. Человек будет знать наизусть всех своих родственников до десятого колена, потому что это родственники. У него не возникнет вопрос, как зовут твоего прадедушку, а я не могу вспомнить, да? Он будет это знать, потому что он часть этого, он часть этой семьи, он часть этого рода, он часть этой силы, которая дает ему род. Кстати говоря, об этом можно много говорить, так сказать, с юмором там и все остальное, да? Вот, понимаешь, там всех родственников выучил. Но именно это дало колоссальный толчок китайской экономике в 1978 году, когда начались, когда были оглашены реформы Дэн Сяопины, началась, значит, перестройка китайской экономики, и все. И все родственники помогали родственникам в десятом колене. Там, не знаю... То есть, они знают друг друга настолько до сих пор. Они знали, этот родственник живет где-то там, может быть, за границей, у него есть деньги, а у него есть какая-то дальняя родня в Китае, он им не может много, но он им может немножко денег дать на то, чтобы тот открыл какую-то маленькую, там, не знаю, лавочку, там что-то начал делать. И вот на этих лавочках Гэть-Хи-Ху был накоплен первоначальный капитал. Понимаете, какая штука? Родственники помогали родственникам. Родственник – это величайшее дело. Как же вот можно не знать родственника, как можно ему не помочь? Вы вот все помните термины родства? Я не только терминов родства не помню. Кто деверь, кто заловка, кто сноха, кто что там. Я пыталась восстановить свою родословную, и дошла только до начала 20 века, потому что войны, революции, переезды, и просто невозможно восстановить. Китаец не только помнит родословно, он помнит вот все вот это. Для него это живая, абсолютно живая традиция. Все-таки культура – это традиция. Какой-нибудь там двоюродный дядя там со стороны матери, как он называется. Он не может этого забыть, потому что это часть повседневной жизни. Так общаются. А у Конфуция, например, есть потомки? Да. Правда? У Конфуция есть потомки, и его потомок прямой в 75-м колене, зовут его Кунгсянгхай, живет он в городе Чючжоу, на юге Китая, в провинции Джэцзян. В Китае волею случая случилось, извините за автологию, волею случая произошло так, что имеется два родовых храма Конфуция. Один там, где находится могила Конфуция, это север Китая, провинция Шаньдун, город Чюфу. Но, как вы помните, была в Китае такая пора, когда сначала Кидане, потом Джорджени, потом монголы завоевывали север Китая, и это привело к тому, что императорский дом даже бежал с севера, переселился на юг, основал новую династию той же самой империи Сун, но в провинции Джэцзян, в городе Ханчжоу. И точно так же на юг переселились и потомки Конфуция, основав новый храм, где приносили жертвы их великому предку, тоже в провинции Джэцзян, вот в этом самом маленьком городе Чючжоу. А потомкам мудрость досталась? На 75 поколений хватило? Будем надеяться. Тем более, что там произошла очень интересная история, потому что, когда монголы вот заняли север Китая, и когда первый император юаньской династии Хубилай, он был совершенно необыкновенный человек, и он был очень занят тем, чтобы собрать все, что можно воедино, и расширить китайскую империю. Он, в общем-то, не отделял, на самом деле, китайскую от монгольской культуры. Это очень интересно. Мы как-то привыкли считать, что монголы, они были вот такими, значит, над китайцами как-то пренебрежительно, значит, возвышались, и китайцев этих в упор не видели. Совершенно нет. Вот вам пример. Хубилай приглашает, когда он становится императором, он приглашает в то время главного потомка, самого старшего, вроде Кунг, по прямой линии Конфуция, который как раз и переселился, и там в этом самом Чуйфу, в Чуйчжоу живет, он приглашает в Пекин. И говорит, что вот такое, понимаете, недоразумение, вы переселились на юг, это нехорошо, давайте, пожалуйста, возвращайтесь, мы вам поможем, мы все восстановим, на могиле Конфуция, чтобы вот в старом храме вы там... А китайцы на вот этих монголов смотрят несколько пренебрежительно и не хотят идти на службу. и не хотят идти на службу. И этот приглашенный потомок Конфуция говорит, а мы не можем переселиться на север, потому что мои уже отец и дед похоронены в Чуйчжоу, и я, если переселюсь, это будет непочтительно к моим предкам. Вот такую он нашел формулировку. Что говорит Хубилай? Он говорит, понимаю, не смею настаивать, но и вы нас поймите, но и вы нас поймите. Мы ведь хотим, чтобы ваш великий предок занял опять то же место в ритуале, который он занимал. Мы хотим, чтобы сохранялись и вот приношения ему там каждый год 29 числа значит 9 луны, чтобы мы приносили вот, а как без вас-то? На севере осталась боковая ветвь вашего рода, они не переселились на юг, они младше вас на три поколения, но вы, как главный вроде, носите передаваемый по наследству титул князя. Давайте будет так, давайте главным вроде, остаетесь вы, ведь есть главный вроде, мы никак не можем на это претендовать, но титул князя перейдет вот к ним, и они будут на севере совершать эти все необходимые ритуалы, как князья и потомки Конфуция, а вы будете на юге совершать свои ритуалы, как главные вроде и потомки Конфуция. И что? И все, и с тех пор так и есть. и с тех пор так и есть. И вот Кунг Сянгхай, он как раз из прямой вот этой линии, 75-й потомок Конфуция, он в Цючжоу живет. Очень интересный товарищ. все-таки вот слушаю я вас и в очередной раз убеждаюсь, что культура это то, что создается тысячелетиями, и каждый слом, он эту культуру разрушает, и как часто в нашей стране эти сломы происходили, и как нам не хватает этой традиции, которая бы, наверное, тысячелетиями длилась. Не хватает, но видите, какая штука, культура, она самовосстанавливающаяся Если ей дать время и возможности. Если ей дать время и возможности. Безусловно, в Китае ведь тоже происходили колоссальные потрясения, как мы с вами помним, и в 19 веке в опиумные войны, после которых Китай был в совершенно жутком состоянии, он был разграблен, просто разодран на части, и в 20 веке Китаю пришлось не сладко, были тоже суровые испытания, и очень многие вещи казались уже утраченными, они возвращаются, они возвращаются, то, что настоящее, то, что имеет отношение к многовековой культурной традиции, возвращается, и сейчас возвращается, представьте себе, казалось бы, уже должны были давно уйти в прошлое тексты Конфуция, ну, там, историки, там, или философы, может быть, так сказать, их должны были изучать, нет, опять изучают, и опять изучают в школах наследие традиционное, изучают тексты, по которым учились раньше грамоте, вот, давным-давно заучивая их наизусть, и это прекрасно, это прекрасно, возвращается медленно, постепенно, очень, конечно, это процесс не быстрый, и все, но возвращается. У вас есть замечательная книга «Духи божества китайской преисподней». Спасибо за тоское слово, приятное. Я ее с удовольствием совершенно читала, и там, в общем-то, речь идет в том числе о том, что эти традиции, они все равно продолжают жить в повседневной ситуации современного китайца. Мне очень интересно было и про разные виды адов, ну, по-русски так невозможно сказать, и так далее, про другие верования. Они действительно влияют на жизнь современного китайца? Значит, существует такое очень популярное мнение, и с ним согласны многие ученые, что китайцы не религиозны. Что они имеют в виду? Они имеют в виду, что людей, которые бы вот со всей глубиной отдавались буддийской или даосской религиозной традиции, не так много. А что же тогда вот о чем мы с вами говорим? Ну, суеверие, да? Вот приходят люди в храм совершать какие-то вещи по вот привычке. Есть такая точка зрения. Я не совсем могу ее разделить. Мне кажется, это не совсем так, потому что глубина философских категорий любой религиозной системы, это всегда был удел очень узкого круга специалистов. Мы, считая себя приверженцами традиционных религиозных систем России, будь то христианство, ислам, буддизм, тоже вряд ли можем претендовать на огромную глубину изучения вот этой вселенной, которая представляет собой каждая из названных религиозных обычный человек просто исполняет чаще всего ритуалы и не знает, как за этим стоять. В этом смысле китайцы тоже не являются исключением. Но дело в том, что для китайца вот я не случайно упомянул род, который для китайца огромную играет роль. Но дело в том, что род дает ему силу и в моральном каком-то смысле, но род это и то, что традиционно почиталось китайцами как объект религиозного поклонения. Предки, культ предков, который с древнейших времен и по на самом деле наши дни не утратил свою актуальность. Предков почитают, совершают перед табличками предков всякие разные ритуальные действия. Ходят в определенные дни, например, в праздник тин-мин и так далее, убирать могилы и предкам делать приношения на могилах и так далее и тому подобное. Вот это часть религиозности или это часть общей культурной традиции? Трудно разграничиться. Вот видите, вот это я имею в виду. Но это делает более осмысленным жизнь человека. Это делает более осмысленным восприятие себя внутри и семьи, и государства, и чего угодно, потому что ты часть какой-то вот этой вот большой системы. В той самой книжке, о которой вы говорите, это тоже рассказывается, и многие божества, они ведь не только там просто божества как таковые, они божества, связанные со смертью, а соответственно и с понятием вот ушедших предков. Два маленьких коротких вопроса в завершении нашей беседы. Если говорить о вот этих китайских представлениях, то они каким-то вот таким странным вариантом приходят сейчас в Россию. Мы отмечаем китайский Новый год, гадаем по книге перемен, фэншуй становится модным каким-то явлением. Это все, наверное, кич. То есть суть к нам не приходит. Это экзотика точно так же как для китайцев. Многие вещи тоже экзотические, они перенимают из Европы как некую форму. Это разнообразит нашу жизнь. Развлекает. Развлекает, это приносит какие-то новые краски. Какие-то вещи приживаются. Ну, например, в кухне некоторые вещи приживаются очень даже неплохо из китайской или японской или из какой-то другой традиции. Это нормально, это хорошо. Если при этом мы остаемся сами собой, вот эти вещи, они только добавляют нам какой-то изюминки какого-то перца в нашей жизни. Ну, вот, например, фэншуй. Правда, что это искусство как бы хоронить человека, да, по отношению к членам света. Фэншуй это искусство организовывать пространство любое, жизненное. То есть, квартире тоже можно организовывать по фэншуе. В квартире, чтобы организовать фэншуй, если честно, дом должен быть построен тоже на правильном месте, в правильных, так сказать, пропорциях и в правильное время. Если нет, то уже внутри квартиры фэншуй как-то не сработает. Хорошо. И последний вопрос. Долгое время был популярен анекдот об оптимистах, пессимистах и реалистах. И там говорилось о том, что реалисты должны учить китайский. Вы согласны с этим? Я согласен, что китайский учить должны, но я не скажу все. Это не такая зряшная и простая штука, чтобы можно было как-то вот давайте с утра чистить зубы, вечером учить китайский язык. Это не про это. Китайский, если учить, его нужно учить серьезно. Чуть-чуть подучить китайский язык мало чего дает. Понятно, но я о том, что нам как реалистам придется считаться с позицией Китая в мире и на будущее надо учить китайский, как в том анекдоте говорилось. Мне кажется, что реалистам в мире надо учить китайский и русский. И русский тоже. Я бы, да, как-то был уверен вот в таком раскладе. Спасибо большое. Спасибо вам огромное и спасибо Казанскому университету за то, что я смог с вами сегодня встретиться и побеседовать. А мы очень рады, что вы к нам приехали и у нас осталось множество тем для разговоров на будущее. Я очень надеюсь, мы еще встретимся. Мы еще встретимся здесь в этой студии. Спасибо вам большое. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова